Доброе утро, наши ранние телезрители! В эфире программа «Про утро» на телеканале ОТВ. И мы с вами Полина Толмачёва и Илья Рыков. Просыпайтесь, встречаем новый день вместе. Тем более, что этот день называется 9 февраля, четверг. Прекрасный, нас ждёт столько всего интересного. Одна наша программа чего стоит. Как-то нескромно сейчас было, но да ладно, что есть, то есть. Друзья, у меня предложение. Давайте каждый день ставить себе какую-то цель, неважно, маленькую, большую, и достигать её в обязательном порядке. Ну, что называется, покорять вершины. Тем более, что наше активное долголетие, клуб активного долголетия Одинцова, покорил таки вершину, и не образно, а прямо в прямом смысле этого слова. И об этом наш следующий сюжет. Никому не рано и никогда не поздно. Для участников клуба «Активное долголетие» провели мастер-класс на скалодроме в Одинцове. Несмотря на высоту маршрутов, подобрать трассу по сложности и уровню физической подготовки здесь можно для людей любого возраста. Вообще скалолазание само по себе подразумевает под собой работу всего организма. То есть там нет конкретно, что у вас работают только руки, только ноги. То есть здесь работает всё тело в целиком. Гармоничное физическое воздействие на организм человека, то есть и которое можно давать дозированно. То есть всё зависит от того, какую категорию трасс люди лазают, они могут как бы менять нагрузку. Попробовать свои силы в покорении вершин приехали 10 участников Одинцовского клуба «Долголетов». Вначале общая физическая разминка. Далее более предметный инструктаж у подножия трассы, где опытные тренеры показали, как правильно ставить ноги, браться за зацепы на стене и, что немаловажно, распределять центр тяжести. Я себя сейчас потяну, однажды, свободный, будет рывок. Рывок нам не нужен. Берём и разжимаем руки. Мастер-класс на скалодроме впервые проводится для участников проекта «Активное долголетие». В результате под руководством опытных инструкторов Одинцовские первопроходцы покорили вертикальные трассы высотой до 13,5 метров. И организаторы собираются продолжить эту увлекательную практику. Сегодня получим мнение наших участников. Они скажут, понравилось, не понравилось, тяжело, не тяжело. И приведём ещё серию мастер-классов для нашего клуба, может быть, для клубов наших и в Звенигороде, и в Одинцово. И предложим им попробовать свои силы вот на этом скалодроме. Мастер-класс подарил незабываемые впечатления всем участникам, несмотря на пол и уровень физической подготовки. Азарт, вдохновление, ну и желание продолжить. Я сегодня первый раз попробовал это дело, конечно, эмоции просто переполняет это честно. Мы счастливы здесь, в «Активном долголетии». Мы счастливы. Когда я снимала этот сюжет, я так впечатлилась, что в ближайшие выходные рванула на скалодром со своей старшей дочерью. Я могу сказать, что это невероятно увлекательно и интересно. А самое главное – отлично прорабатывает все мышцы. Ну, а для тех, кто пока не готов оторвать свой седалищный нерв от дивана и полезть бог знает куда, я предлагаю посмотреть не просто сюжет, а даже специальный репортаж о долголетах скалолазах. А посмотреть вы его можете, конечно же, на нашем YouTube-канале. Перейти на него легко и просто, как мы уже не раз вам повторяли с Ильей. Наводите камеру своего смартфона на этот QR-код и попадаете не просто на наш YouTube-канал, а именно на выпуск, специальный репортаж активного долголетия на скалодроме. Очень удобно. Но я бы порекомендовал прямо сейчас просто добавить этот сюжет в память и потом вечером спокойно посмотреть, а сейчас, не отвлекаясь, смотрим нашу программу. Потому что у нас для вас много всего интересного. Начинаем мы по традиции с памятных дат. Ежегодно 9 февраля в России отмечают свой профессиональный праздник работники гражданской авиации. Праздник этот был учрежден указом президента 9 февраля 2013 года и приурочен он к возникновению воздушного флота в России. Хотя воздушные перевозки в нашей стране открылись в 1910 году, официально все-таки гражданская авиация появилась в 1923 году. В ее задачи входило перевозить граждан, путешествующих по каким-то служебным или личным делам, а также перевозка грузов и почты. Ты знаешь, нравится мне история, которая с недавних пор гуляет в интернете, когда на одном неком рейсе за границей было 400 пассажиров, а загружено было по ошибке авиакомпании всего 200 обедов. Естественно, экипаж попал в затруднительную ситуацию. Одна находчивая бортпроводница нашла-таки выход. Ну-ка. Она объявила погромкоговорителю, уважаемые пассажиры, такая ситуация, к сожалению, вот по недосмотру, по какой-то невнимательности кого-то, вот такая у нас у вас 400, а обедов всего 200. Те, кто любезно согласится отказаться от своего обеда в пользу другого, получат спиртные напитки во время всего полета в неограниченном количестве. Это заявление она сделала через полчаса после того, как самолет поднялся в воздух. Спустя шесть часов она сделала второе заявление. Уважаемые дамы и господа, для всех желающих у нас по-прежнему еще осталось 200 обедов. Замечательная история. Я просто не знаю, вымысел это или нет. Больше похоже, конечно, на анекдот. Вот ты бы как поступила в такой ситуации, будь она реальна? С тобой. Со мной? Я бы поела. Жаль мы этого проверить сейчас не можем. Я человек не пьющий, а покушать я, ты знаешь, люблю. Ну, поверим. Хорошо. Так это или не так, неважно. Полина Николаевна, главное, сказала, что она зажоз. Зажоз? Зажоз. Зажоз. Мы от души поздравляем всех работников гражданской авиации, всех людей, которые к этому причастны, и благодаря которым мы можем совершать наши перемещения в пространстве гораздо быстрее, чем если бы это был какой-то другой вид транспорта с праздниками. И по случаю праздника разбавим наше зимнее утро очень интересным летним сюжетом о покорителях неба. Отвинта! Отвинта! Запускаем. Какой мальчишка не мечтает стать летчиком? В 21 веке исполнить мечту и покорить небо под силу любому. Летные школы предоставляют свои услуги. Все, что нужно, это принять решение и начать заниматься. Спустя несколько месяцев ты уже не пассивный наблюдатель, от которого ничего не зависит, а пилот, поднимающий в воздух чудо инженерной мысли. Я с детства мечтал летать. С детства мечтал о самолете. В какой-то момент появилась мысль, ну, я не знаю, когда появится самолет, но надо уже делать шаги для этого. И я пошел в летную школу. Отучился, получил ППЛ. И оно само пришло. Появился хороший друг-товарищ, у которого уже есть самолет. И вот мы уже вместе начали с ним осваивать небо дальше. Лицензия частного пилота ППЛ – единственная программа авиационной подготовки, которая не требует специфических знаний в области точных наук. И является наиболее подходящим вариантом в случае, если вы хотите летать для своего удовольствия и по личной необходимости. Но до получения лицензии необходимо пройти школу первоначальной летной подготовки. Школа первоначальной летной подготовки, если человек располагает временем, если он к знаниям тянется, она достаточно быстро, в течение двух-трех месяцев, он ее осилит. Это самая начальная база знаний, это даже такая крупица, просто капля в океане. Но чтобы его получить, чтобы понять представление о том, что такое самолет, какие силы действуют на самолетах в полете, как вести радиообмен, ну и так далее. Роман Павлов – лицензированный пилот и обладатель собственного воздушного судна. Злин-142 – легкий сухопутный одномоторный самолет мужчина приобрел несколько лет назад. Сегодня он не только летает в свое удовольствие, но и с помощью крылатого друга путешествуют в другие города. Так путь до Анапы Роман преодолевает за 4 часа. Использование частных маломоторных самолетов может подразделяться на экскурсионные полеты, различные хоббийные полеты или как транспорт. Моя цель – все-таки использовать его как транспорт в какой-то разумной перспективе. В общем случае, если говорить о цифрах, ситуация точно такая же, но можно сказать, что это раза в 3-4 дороже. По сегодняшнему дню, если вы можете позволить себе хороший современный автомобиль, то и самолет вполне потянете. Содержание собственного самолета малой авиации статья расходов весьма затратная, но вполне посильная. Основная материальная нагрузка – топливо. Самолеты имеют разные модификации двигателей. Одни летают на авиационном топливе, другие – на обычном 95-м бензине. Отсюда разница в цене. Далее налоги, платежи за свидетельство летной годности, техническое обслуживание и плата за стоянку крылатого коня. Как правило, ангарное хранение, конечно, более предпочтительно. Однако и под открытым небом самолет может находиться в специальных чехлах. Обучение тоже вполне доступно и возможно. В общем, это такая большая, серьезная, интересная тема, которой стоит заниматься. Она требует значительного количества времени, денег, сноровки, ну и, конечно, желания. Также сегодня отмечают очень вкусный гастрономический праздник – Международный день пиццы. Это популярнейшее итальянское блюдо, любят, но без привлечения на любой точке нашей планеты. Неслучайно итальянцы обратились в ЮНЕСКО с требованием, чтобы их национальное блюдо было признавано не только каким-то собственным их изобретением, их итальянцев, но и вообще всемирным достоянием. За сотни лет существования пиццы это блюдо, возникновение этого блюда обросло множествами легенд. И вот самое интересное из этих легенд вы можете прочесть в тематическом посте на нашем Телеграм-канале. Ну, естественно, по традиции, вот вам QR-код, наводите телефон, сканируйте его и попадайте на наш Телеграм-канал. А чтобы мы каждый раз вас об этом не напоминали вам об этом, просто подпишитесь. В Международный день пиццы я, как человек, обожающий готовить, конечно же, припасла для тебя, Илья, и для наших телезрителей небольшой сюрприз. О, ты мне принесла пиццу. Ну тогда при чем здесь телезрители? Я не принесла, я тебе сейчас ее приготовлю, а с телезрителями я с удовольствием поделюсь отличным рецептом. Та-дам! Ну что ж, в прошлый раз я готовил холостяцкий пирог, как сегодня Полина Николаевна приготовит пиццу. Правда, не знаю как, но это уже интересно само по себе. Это очень необычный рецепт. Эта пицца готовится в чашке и в микроволновке. Не нужно никаких духовок, никакого раскатывания теста. Тесто делается прямо в чашке. Значит, двоится. Двоится. Ну сейчас мы посмотрим по размеру чашечки. Ты знаешь, ну сейчас я посмотрю, я подумаю. По одному так точно. Нам же на двоих с тобой, да, сделаем пиццу? Да. У нас же тут двое. У нас же тут двое. Ни с кем больше делиться не будем. Давай все-таки по два. Как скажешь, твой рецепт, твои правила. Да. Я, ты знаешь, очень давно готовила так пиццу в микроволновке. И вот решила заодно нашим утром этим бодрым немножечко в памяти освежить. Это прямо интригует, как это в чашке, да в микроволновке. В чашке, да в микроволновке, да. Ты же практически даже не знаешь, где в поезде можно сделать. Давай мы посолим яйца. Как скажешь. Ты так предлагаешь, давай посолим. Давай, Полина, солишь все равно ты. Ну, может быть, и сон не ешь. Я ем. Может, тебе сахара нужно добавить в пиццу? Я ем все. Ну, ты гурман. Ну, я, кстати, слышал, что есть рецепты пицц сладких. Ну, это пирог называется. Шарлотка – это сладкая пицца с яблоками. Логично. Перемешали. Ну, одну перемешали. У нас есть только две чашечки. Сейчас вторую перемешаем. Добавляем немножко молока. Немножко – это сколько? Потому что зрители очень… Я все делаю на глаз. Хорошо, в чашке. 50 грамм? 70? 50. 50, даже я бы сказала 30. 30. Теперь на кончике ножа мы добавляем соду. В каждую чашечку отдельно. Угу. Прям чуть-чуть? Прям чуть-чуть, прям на кончике ножа. И разрыхлитель теста, самый обычный. Также на кончике ножа. Угу. Так. Теперь мы добавляем муку. Эти баночки – это для начинки. Как у тебя все прям чинно-благородно. Вот тут девочка, да? Все красиво. Муку добавляем по чуть-чуть. Смотрим по консистенции. Пока я вижу 2,5 столовые ложки. Ну, я не буду их считать. Я знаю, что мы добавляем, добавляем, добавляем. Перемешиваем. Смотрим. Смотрим, чтобы комочков не было. Лучше, конечно, это все делать венчиком. Но венчики у меня дома только большие. У нас походные условия. В этом занятии есть что-то такое… Медитативное, да? Медитативное, да. Стоишь такой, думаешь о чем-то великом. Былое и думы, что называется. Мука и думы. Пока ничего сложного. Ничего сложного, да? Кроме комочков. Так, ты пока свое размешивай. Я добавляю немножко томатной пасты прямо в тесто. Немножко. Я буквально бы сказала, по половине чайной ложечки. Вот у меня здесь все ингредиенты я аккуратненько разложила. Так, теперь на твою чашечку надо оставить, да, Илья? Да, 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 да. Я бы помидоры мы там утапливаем, размешиваем. Ну не сильно так, ну так, чтобы они вот просто. И колбасу так же мы делаем. А сыр сверху мы не размешиваем. Ничем особым от холостяцкого пирога это не отличается. Потому что так же все надо покидать и размешать. Так, и сыр, да? И сыр. Чуть-чуть его размешиваешь. Сначала чуть-чуть добавляешь и перемешиваешь. Ну, чтобы тесто было такое сырное. А сверху уже посыпаешь и не размешиваешь. Ну, а пока готовится пицца, мы посмотрим сюжет и скоротаем наше время. А сюжет будет, конечно, про пиццу. В 14 пошла по стопам сестры и стала добровольцем. Сегодня Соне 18 за ее спиной большой опыт в волонтерской деятельности. Добрые дела для девушки стали образом жизни. Я получаю позитивные эмоции. Для меня это прям очень важно, чтобы человек, когда я ему помогла, просто мне улыбнулся, и мне этого достаточно. Сейчас она разрабатывает разные акции и проекты, а также помогает курировать молодежь. Александр Якушевич убежден, Соня, один из самых ответственных и творческих волонтеров. Начала именно с помощи людям. А потом у нее появились очень интересные идеи по организации мероприятий для детей и для молодежи. То есть первое мероприятие она проводила неделю назад. Это были рисунки на асфальте совместно с музыкантами. И вот сегодня ее второе мероприятие. Сегодня она собрала юных волонтеров на мастер-классе по приготовлению классической пиццы. Под руководством бренд-шефа одной из популярных сетей ресторанов они научились всем тонкостям кулинарного процесса. Сегодня я, во-первых, показал ребятам, как же работать с правильным тестом, то, что тесто должно быть правильное, да, вызреть, так скажем, как приготовить правильный соус. И сейчас вторым этапом ребята будут именно правильно раскатывать тесто. Потом мы поговорим о температурах, при котором это все должно выпекаться, и непосредственно уже будет дегустация. Такие мероприятия ребят сплачивают и позволяют устроить так называемый брейншторм, когда каждый предлагает свои идеи по развитию волонтерства в округе. В период коронавируса Соня внесла большой вклад в популяризацию здорового образа жизни. Она возглавила волонтеров-медиков. Мы помогали в больницах во время коронавирусной инфекции. Мы просто проводили акции по типу гематогенка вместо сигаретки, ходили по улицам. Мы пропагандировали здоровый образ жизни, делали разные флешмобы спортивные, танцевальные. Все, что поддерживало здоровый дух. Соня решила связать свою жизнь со служением народу. Сейчас она учится в университете по направлению социальная работа в различных сферах деятельности. В этой сфере опыт у нее уже есть, и немалый. Поэтому заниматься девушка будет действительно любимым делом. Вот смотри, что у нас с тобой получилось. То есть ты настаиваешь на том, что это съедобно. Давай ты первая попробуешь. Хорошо. Давай. Так, вот так вот режем, режем. И вот смотрите, какая красота. Она, конечно, получилась такая пицца. Ну, это специальная пицца. А, специальная. Пицца в кружке, да, на такой форме. Первое, что мы пробуем, это запах. Вполне себе съедобный запах. Да, быстро и просто, это однозначно. Очень напоминает по технологии холостяцкий пирог. Но только минус лаваш, да, там был лаваш. Здесь у нас яйцо с мукой. Да, и разрыхлитель, там вся вот эта вот история. Но вполне себе утром все это смешать. Тра-та-та-та-та-раз, микроволновочка, пока кофеечек. Вполне может быть. Ставим пятерку с минусом по линии. Минус за то, что мало. Ну, как известно, Россия – это родина слонов. Так традиционно считается. И всего самого большого и интересного. Мы отличились и по пицце тоже. Мы поставили рекорд. В Москве испекли, или как правильно сказать, приготовили пиццу 22 квадратных метра. И была она по форме, собственно говоря, карты самой Москвы. И этот рекорд занесен в Книгу рекордов Гиннеса. Мировой рекорд, между прочим. Вот так вот. Вариантов пиццы существует огромное множество. Неаполитаны, кальционы, маргарита, 4 сыра, гавайская. В общем, перечислять можно очень долго. А какую пиццу любят жители нашего округа и вообще любят ли они пиццу? Смотрим в рубрике «Про опрос». Всем привет, это рубрика «Про опрос». Сегодня отмечается Международный день пиццы. Давайте узнаем, какую же пиццу любят жители Одинцова. А я ее вообще не ем. Я люблю пиццу маргариту или куриную пиццу, какую-нибудь с курицей пиццу. Пепперони. И часто вы ее едите? Ну, так. Не особо часто. Нет, не очень часто. Но люблю 4 сыра. Не ем пиццу совсем. Я люблю паверонию, не острую. Пиццу люблю, но стараюсь есть поменьше. Ну, вернемся к празднику. 9 февраля – День зимних видов спорта в России. Праздник этот учредили в честь открытия 12-х Олимпийских игр в 2014 году в Сочи. И, кстати, инициатива эта была поддержана нашим правительством. И этот праздник официально его включили в реестр праздников России. И это прекрасно. Зимних видов спорта очень много. Буду перечислять, буду читать, потому что кого-нибудь точно забуду. Биатлон, бобслей, керлинг, коньковый спорт, санный спорт, ски-альпинизм, хоккей с шайбой, ну и, конечно, всеми любимые лыжи. Лыжные соревнования с православным посылом. Рождественская гонка проводится уже во второй раз. В парке культуры, спорта и отдыха она собрала любителей этого зимнего вида спорта со всего Подмосковья. В выборе места проведения не ошиблись, говорят организаторы. Ну, здесь много профессионалов приезжает. Здесь вообще прекрасное времяпрепровождение. Советую всем, одинцовцам, нашим ребятам, да и кто любит этот вид спорта, приезжать здесь, проводить время с лыжами, с друзьями. За горячий чай здесь всегда можно перекусить. В дружеском турнире смогли поучаствовать все, от профессиональных спортсменов до любителей. Многие встали на лыжи впервые. А Никита Васильев в этом спорте уже 4 года. На соревнованиях решил проверить свой уровень подготовки. Пришел, чтобы поучаствовать, просто интересно посмотреть силы, сравнить с другими ребятами. Состязания проходили на трех дистанциях разной сложности. 600 метров для малышей, 1800 метров для более выносливых и 6 километров для профессионалов. Горячий чай, награды и положительные эмоции на финише ждали каждого. За ними сюда точно стоило приехать, говорят участники. На хорошее настроение, на просто приятную прогулку в таком бодром темпе по трассе. Соревнования прошли по благословению архиепископа Одинцовского и Красногорского Фомы. Многие прихожане храмов активно занимаются спортом и тоже приняли участие в рождественской гонке. Наступило время поздравлять именинников. 9 февраля родились немецкий авиаконструктор, предприниматель и знаменитый создатель автомобилей Вильгельм Майбах. А также советский военачальник, герой гражданской войны Василий Иванович Чапаев. Кстати, знаешь, сколько ему лет было? Сколько? Как ты думаешь? 20. 27. 27 лет ему было. 27 лет. А мы в наших представлениях думаем, что это какой-то такой уже поживший мужчина с богатым образом. Ты знаешь, но 27 лет это поживший мужчина. Что ж тогда говорить обо мне? Ты уже... Выживший, без ума. Смешно. Василий Иванович, конечно, самый известный герой гражданской войны. Про него сняты фильмы. Он является персонажем книг. Ну и, конечно же, персонажем анекдотов. Ну куда же без них-то. Также сегодня родился русский и советский режиссер, актер, педагог Всеволод Мейерхольд. Он стал одним из первых авангардных режиссеров Советского Союза. Мейерхольд экспериментировал с декорациями и актерской техникой. Использовал собственные режиссерские приемы и изучал традиции старинных театров. Кстати, Всеволод — это псевдоним. При рождении выдающийся режиссер получил имя Карл Казимир Теодор Мейерхольд. Вот так. И Всеволод Мейерхольд, ну нам так привычнее, он, конечно, был прежде всего театральным режиссером, но не только. Он стоял у истоков зарождающегося кинематографа. Смотрим фрагмент одного из его киношедевров. Это, конечно же, немое кино, потому что тогда другого просто не было. Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня, как мы уже озвучили ранее, день работников гражданской авиации. Когда мы слышим словосочетание «гражданская авиация», что нам в первую очередь приходит на ум? Конечно же, пилоты, стюардессы. И вот как раз сегодня у нас уникальный случай, как, в общем-то, и каждый день у нас в гостях. Та-дам! Встречаем стюардесса, бортпроводник. Правильно, да? Как лучше? Я думаю, что бортпроводник. Александра Сорокина. Саша, доброе утро. Доброе утро. Мы на «ты», на «вы»? На «ты». На «ты», правильно, да. Я говорю, такие красивые, молодые люди. Ну, ага, с праздником. Да, благодарю. Да. Ну, первые вопросы Илья Сергеевич уже озвучила. Все-таки правильно бортпроводница или проводник? Бортпроводник. Бортпроводник. Стюард, это уже устаревшее, да, все-таки? Или откуда вообще это? Но стюард, это же обслуживающий, ну, такой вот человек. Наверное, это бытовое название, да, бытовое. А вообще официально это бортпроводник. Бортпроводник гражданской авиации. Саша, знаешь, что ты уже не летаешь. Скажи, пожалуйста, сколько лет ты отдала авиации и почему ты не летаешь? Я отдала 20 лет авиации. Я работала в гражданской авиации, в бизнес-авиации. Сделала очень хорошую карьеру и ушла на пенсию. Вот. А пенсия у бортпроводников со скольки? 45 лет. И у мужчин, и у женщин? Нет, у мужчин с 50 лет, насколько я помню. Именно у бортпроводников. У пилотов свои какие-то корреляции. Ну, мне кажется, они могут летать, пока здоровье позволяет. Да, да, абсолютно точно. Там уже опыт и мастерство, мне кажется, больше играет. Опыт, мастерство. Первое место – это здоровье. Весь авиационный состав проходит врачебно-летную экспертную комиссию, в ЛЭК так называемый, каждые три месяца, каждые полгода. И общая такая большая комиссия каждый год. Поэтому нужно иметь хорошее здоровье для того, чтобы быть на небесах. Самое главное требование, которое предъявляется при наеме на работу к бортпроводнице? К бортпроводнику. К бортпроводнику, да. Наверное, это все-таки эмпатия. Да. Так как бортпроводники работают с пассажирами в очень маленьком замкнутом пространстве, наверное, это самый основной фактор. А как это вычисляется, выявляются? Тесты какие-то психологические? Я думаю, что не нужно никаких тестов. Люди, которые берут на работу персонал, они заточены, да, они заточены, они чувствуют, подходит ли этот человек на эту работу, да. Саша, ну мы сейчас еще к пассажирам вернемся. У меня масса вопросов, в общем, все интересно. Скажи, ну, хотелось бы вернуться, вот к чему начали с пенсии. Почему так рано? Это за вредность? Почему 45 лет? Потому что вас перещеголяли только, мне кажется, балерины, да, только хотел сказать. Да, там лет, по-моему, 38. Семь с половиной лет при определенном налете, по-моему, 550 часов в год должен налетать бортпроводник девушка. Семь с половиной лет, и каждый год налет должен быть порядка 550 часов. И через семь с половиной лет, в принципе, бортпроводник уже налетал себе пенсию. И 45 лет девушки будут ее получать. У мужчин немного, у мужчин, по-моему, 9 лет бортпроводников. Что такого вредного? Что такого вредного? Ну, это перепады давления, да. Много говорят по поводу вредности или не вредности, вранье это или правда. Но все-таки высота 10 тысяч 11 метров, там, естественно, совершенно другое. А, давление, и Б, атмосферное давление. Атмосферное. Я думаю, что самое вредное в этой ситуации – это пассажир. Ну, это да, подожди, мы еще сейчас пассажиры. Я понимаю, что у тебя уже, Фё, у меня просто как женщина есть свои интересующие меня вопросы. Прошу вас. Как это отражается на самочувствии? То есть сухость кожи, какие-то вот в бытовом плане по-женски? В бытовом плане по-женски, да, сухость кожи, загрязнение кожи, потому что все-таки самолет – это такой, это другой мир со своей, назовем ее, флорой. Да, слушай. Определенным запахом. Каждый, вот он сел, его тут же чистят. Ты обращала внимание, вот я обращала, когда летишь, особенно если летишь дольше пяти часов, то ты приезжаешь уже в отеле, если ты летишь на отдых, и все, и тебе уже просто, у тебя уже ощущение, что все, ты уже в шахте работал. В шахте работал, да, совершенно правильно. И определенный запах, и даже когда ты приезжаешь, прилетаешь домой. С рейса? Да. Особенно это было в гражданской авиации после Ил-86, Airbus. Ты приезжаешь домой, и это прям, да, мне говорил муж, он говорит, прям вот запах самолета, вот этот самолетный запах. Самолетный запах. Ну, у каждого, знаешь, помнишь, у Джани Радари было стихотворение «Чем пахнут ремесла?» Только безделие не пахнет ничем. Керосином. Бортпроводники, авиационный состав пахнут керосином. А к режиму к этому вообще можно привыкнуть? Нет. Как это? Нет. То есть это день, ночь, ночь, день, это все вот эти... И такая должна быть цыганская душа. Душа должна быть цыганская, кочевая, да. Да, ой, сплю, когда придется, где придется, да? Когда придется, где придется, вряд ли все-таки. Ну, а вы не спите, если длительные полеты? Нет, мы должны соблюдать обязательно режим, есть определенный режим, то есть... Ага, требования. Определенные требования, и нарушать их нельзя, и экипаж должен быть всегда отдохнувшим. По-моему, если я не путаю, на 747-м есть спальные места экипажа, когда полет там больше 10 часов идет, то смены меняются. Да, есть оборудованные борта, но их много, да, есть. А если наш самолет летит через, так сказать, всю страну... Трансатлантический какой-нибудь... Нет, не транс, а не через Атлантику, а вот через страну, там, не знаю, где-нибудь там в Москве вылетел, да, и до Петропавловска-Камчатского. Там сколько часов там? Наверное, тоже 11 будет. До Петропавловска-Камчатского нет больше. Больше. Ну, там есть такие вот у нас рейсы, где... Условия есть наши? Они меняются, да, есть, конечно, да, меняются. И летный состав меняется, и бортпроводники меняются. То есть есть запасной, запасной второй пилот, как правило. Но их же и так двое в кабине. Ну и что? Есть еще третий? Конечно, да. На длительных авиаперелетах, да, есть. Саша, на тебе, как человеку уже ушедшему из профессии, уже можно говорить все, скажи, пожалуйста, как ты оцениваешь нашу авиацию в целом? Ну, ты разные видела. Я разные видела. Я хочу сказать, что пилоты, наверное, это одни из самых высокопрофессиональных... Да, да. Это абсолютно точно, абсолютно точно. И у пилотов существуют допуски, и вот те допуски, которые есть у наших пилотов, ну, это допуски на посадку в таких-то условиях, в таких-то условиях... Ага, уровни, уровни, я так поняла, прокачки профессии, да. Да, уровни совершенно правильно. Да, они высочайшие. И это не просто так их ценят во всем мире, приглашают на работу. Но здесь это понятно, потому что, на самом деле, наши пилоты, это люди с высшим образованием, то есть они в Мегаике учатся в 5 лет, да? Да. А лицензию пилота на Западе можно получить за полгода. Можно. Вот тебе вся разница. Перевозить пассажиров? Да. Просто заплатить деньги, да. Полгода, и ты пилот, пожалуйста. Но там не полгода, побольше. Ну, не 5 лет точно. Ну, да. Все-таки у нас, в нашей стране готовят очень фундаментально. Это отрадно. Вот такие вот у нас бравые летчики. Летчики у нас на самом деле бравые. Если вдруг кто-то меня увидит и, может быть, здесь живет, и всем передаю привет. Меня много кто знает в авиации. Да, такая. Какой самолет больше нравится? Боинг или Airbus или, может быть, наша Ил или Тушка? Я люблю Тушки. На мой взгляд, это самый комфортный самолет. Бортпроводник меряет количеством пассажиров. И, наверное, в каких-то больших Airbus очень некомфортно иногда. Ну, по крайней мере, я себя чувствовала, потому что большое пространство. А Тушки, это такое среднее. Золотая середина. Золотая середина, да. А по шуму, по вибрации. Я ее очень люблю. Турбулентности. Турбулентности. Ну, понятное дело, что чем больше борт, тем меньше. Легче переномить. Конечно. Что ж такое масло, там, 747-й Боинг. Просто шатать. Раскачать. Да. Мы перешли теперь к моему самому главному вопросу, как жуткой трусихе. Я летать много лет боялась, не летала вообще сейчас. Просто боюсь, но летаю. Скажи, пожалуйста, как у бортпроводников с этим делом обстоит? Конечно, в этой профессии нет людей, которые боятся летать. Хорошо. Бывают же ситуации очень нестандартные. У меня, допустим, у бывшего супруга им шаровая молния попала. То есть их посадили на пену. Но вот он потом до сих пор, видимо, не летает. Он везде на машине. Но я имею в виду, бывает это нестандартные ситуации. И ты не уедешь. Да. У меня тоже была такая ситуация. Пилоты пригласили в кабину. Говорят, Саша, иди посмотри. У шаровая молния в лобовое стекло. И вот эти... Это очень красиво, да, очень красиво. И страшно, и красиво. А им не страшно. А им не страшно. А потому что самолет защищен от ударов молнии. Если бы он был не защищен, они просто как эти падали бы. Как озимые осенью. То есть им чем-то натирают, да? Ну, там такая конструкция специальная. Он отводит. Там такая специальная конструкция, он отводит. А были какие-то все равно внештатные ситуации? Были, да. Когда что-то там шло вот сильно не по плану? Сильно не по плану. Мы летели на Мале, Мальдивы. Ага. Сказать, что было страшно, это неправда. Наверное, мы как-то внутри... Ведь в авиации нет случайных людей. Это абсолютная правда. Люди, которые приходят случайно, очень быстро уходят из авиации. Это такой какой-то внутренний дух. И люди достаточно бесстрашные. И я помню, что когда мы летели, вышел наш второй пилот и сказал... Мы были вдвоем, две девочки-стюардессы на борту. Это был частный борт. И он сказал, девочки, у нас погасло половина приборов. Лететь... Мы были без пассажиров, нам надо было забрать пассажира. И если хотите, вы можете просто лечь спать. И мы действительно... Прекрасно. Как на яхте. А, у меня сейчас, да. Да. Потому что, наверное, как бы раз, и во сне будет, ну, как минимум... Нет, а как уснуть-то, простите меня, пожалуйста. И мы уснули, уснули и проснулись дальше. Нет, вы смотрите, какая вот эта вот... На посадке мы проснулись. Ну, падаем, но вы спите. Нет, мы не падаем, не дай бог, конечно. Мы, возможно, падаем, но вы ложитесь, вы ложитесь. Слушай, в этих, так сказать, ДТП, если так можно, на раненых обычно не бывает. Так что все нормально. Да. Совершенно правильно. Я тебе расскажу, как человек, который имел опыт управления самолетами. На симуляторе. На симуляторе, да. Но это абсолютно такой же самолет. То есть он ничем не отличается от настоящего, хотят сказать, боевого. Да. Только тем, что там нету давления, да. Ты его не... ну, потому что ты сидишь на земле. А так вот все абсолютно. Та же приборка, вот вид из иллюминатов. Все то, что... И что, чем дело-то? Значит, я тебе расскажу. Самый главный прибор в кабине пилота, ребята, это компас. Причем обычный, спиртовой. Вот он висит вот здесь. Если все отрубится, будет компас. И уровень подготовки пилотов он позволяет... Горизонт, самый главный. Горизонт, самый главный. Да, и горизонт. То есть, ну, это все аналоговые приборы, они от электричества не зависят. И с помощью вот этих двух приборов можно куда-то улететь, долететь, сесть нормально. И все будет хорошо. Из окна посмотреть, как там, не ну, да? Да. Если только кто-то не выпил спирт из этого компаса, то, в принципе, ситуация рабочая. Ну, я вам так скажу. Есть два типа самолета. Европейский и американский. Европейский, он как современная машина. У него там кнопочки, у него там так все, подсветочка, все. И у него джойстик, да? То есть, джойстик можно говорить? Можно. Все. Значит, он управляется джойстиком. Причем у командира с левой руки, у второго пилота с правой, что очень странно. Они между собой никак не связаны. И если один что-то делает, второй не понимает, что он делает. Американский самолет там по-другому. Это как старая такая машина, у которой все вручную, такие рычаги там, тум, бля, дыш, дыш. Это тот штурвал. И главное, все сразу понятно, по усилиям. И, что я считаю, для безопасности немаловажно, это то, что если вдруг один пилот что-то делает не так, второй это чувствует и видит. Он видит, как управляется в этот момент самолет. И вот, я не знаю, то есть, вот это современный подход, да, где все такое вот модное, или вот этот старый, где все аналоговое, но все понятно. И там вообще ломаться нечего. Только вот кувалду его можно сломать, мне кажется. А вопрос-то какой, да? Вопрос-то какой, да. Вопрос какой. Вот что безопасно? Какой? Американский самолет или европейский? И то, и другое, да. У всех самолетов есть определенный ресурс, что комфортнее, что комфортнее. Согласитесь, мы машины тоже выбираем очень разные, да. Летают ли на рейсах, ну, не знаю, там эти звездные небесные маршалы или там облачные рейнджеры? Ну, люди, которые так, спецагенты, которые способны... Служба безопасности. Такая практика есть в компаниях. Мне кажется, до середины двухтысячных практически на всех самолетах были, да, такие люди. Скажите мне как чайнику, кто эти люди? Служба безопасности. Ну, это, как правило... Что они предотвращают? Чего они обезопасивают? Они обезопасивают от терактов, от захвата самолетов. И от буянов. От буянов, да. Да-да-да. Саша, а про бизнес-авиацию, скажи, пожалуйста, там какая специфика? Это другой мир, да. Это другой мир. Он очень маленький и очень интересный. Это если коротко. Я благодаря этой профессии увидела реально весь мир. Я не была только в Австралии. И это очень высокий уровень. Это очень интересные люди. Очень интересные люди. Всем этим людям я тоже очень благодарна, потому что, когда ты с одним человеком проводишь много времени на борту самолета, да, ты как-то, наверное, волей-неволей, еще и много лет летаешь с ним. Ты, безусловно, учишься у него очень многим вещам. Приходят ли в гражданскую авиацию люди из военной авиации? Я имею в виду пилоты. Да. Есть такая практика. Да, есть такая практика. Они как-то по-другому управляют машинами? Наверное, они... Не то, что они более отчаянные, нет. Но военные пилоты все-таки люди, безусловно, более грамотные. Грамотные. Мне кажется, они уже изначально готовы к нестандартным ситуациям. Готовы к нестандартным ситуациям, да. Я помню, у нас был такой пилот, который переучился и ушел в гражданскую авиацию. Так вот, у него были максимальные допуски. При самых страшных погодных условиях мы четко знали, что он посадит борт. Ну, это, наверное, как из «Формулы-1» перейти в такси, да? Ну, да. Да, 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 да. Очень хорошее сравнение. Да, совершенно хорошее. Ну что, мы, наверное, уже сейчас будем немножко закругляться. Несмотря на то, конечно, очень интересно. И еще прям разговаривать бы и разговаривать ограничили, к сожалению, нашим форматом. Блиц-опрос. Это короткие вопросы и короткие ответы. Быстро прям. Да. С чего начинается ваше утро? С йоги. С йоги? Да. Отлично. Ваше, я имею в виду, бортпроводников. Ага, да. А чем заканчивается вечер? Книгой чаще всего. Ага. Как прям все правильно. Я очень стараюсь. Саша, какое твое самое лучшее качество, по твоему мнению? Наверное, эмпатия вот такая. Да, я располагаю к себе людей. Чего ты больше всего боишься? Я очень это важна. Ну, есть, может, какие-то бытовые страхи. Паучков там, тараканчиков. Темноты? Нет фобии. Нет. Три вещи, без которых ты не можешь обойтись. Семья, кофе и деньги. О, все же понятно, ребята. Все же, какой грамотный, прагматичный ответ такой. Знаешь, прям все по-программам. А то у нас начинает вот это вот. Что ты терпеть не можешь, но приходится делать? Что ты не можешь терпеть делать, но приходится? Я не люблю гладить. Я ненавижу гладить. Ага. Ну, иногда... Да. Нет-нет, да и... Нет-нет, вот, да. Да и да. Да. Но я всех научила. Главное организовать. Правильно. Саша, если можно было бы пообщаться тебе с собой, 18-летней, что бы ты себе сказала? Я бы сказала, что так держать, да, все правильно. Очень грамотно выстроена программа на жизнь у меня была, 18-летней. И я, помните, раньше же, да, были пятилетки, что-то десятилетки. У меня по пятилеткам. У меня прям четко по пятилеткам. Цель поставлена, поставлена, достигнута. Новая поставлена, достигнута. Да. Как это прекрасно. Мне как-то так легче жить. Или это, наверное, воспитание, это пионерское. Ну что ж, огромное тебе спасибо, что ты нам пришла и рассказала столько интересного. Спасибо вам. Да, было очень интересная беседа, я думаю, и нам-то точно, я думаю, и нашим зрителям. Спасибо. Да, всего тебе самого наилучшего. Еще раз спасибо. Спасибо. Пока. А вам не пока, потому что через несколько минут мы продолжим. Очень интересная у нас получилась беседа и вообще очень насыщенный эфир. У меня лично настроение бодрое, я надеюсь, что и у вас такое же. Но пора от интересного переходить к полезному, а именно к полезным советам. И первый из них будет про то, что для любого человека самое ценное, самое важное, самое нужное, о чем нужно заботиться и что нужно беречь, конечно, здоровье. Смотрим. К сожалению, по тем или иным причинам наш слух ухудшается, поэтому мы прибегаем к таким устройствам, как слуховой аппарат. Но надо запомнить, что слуховой аппарат – это медицинский прибор, а не какой-то очередной гаджет. Поэтому мы пришли в Центр слухопротезирования «Мир звуков». Анна Сергеевна, расскажите, какие виды слуховых аппаратов вообще существуют? После диагностики слуха подбирается специалистом слуховой аппарат. Слуховые аппараты подразделяются на несколько видов. Первый вид – это заушный слуховой аппарат, который носится за ушком и крепится в ушко специальным вкладышем. Второй вид слухового аппарата – это маленький внутриушной слуховой аппарат, который делается индивидуально по слепку. То есть делается слепок, и слепок отправляется в завод, и с завода приходит индивидуально под его ушко слуховой аппаратик. И внутриканальный, который совсем не видно, он находится внутри канала. Еще есть карманные слуховые аппараты, от которых уже, в принципе, отошли, но он крепится на кармашек, и к нему в ушки вставляются проводочки. Расскажите мне про слуховой аппарат. Раньше, как я наблюдала, есть слуховые аппараты, которые прямо в основном крепятся на ушки. Это как называется? Это заушный слуховой аппарат. Вот как он выглядит. То есть он крепится за ушко, и к нему вкладыш, который вставляется в ушко. Анна Сергеевна, расскажите, для кого данный аппарат удобен и комфортнее? Ну, в принципе, этот аппарат удобен для пожилых. Он больше по форме. Батарейка меняется менее реже. То есть он больше, и когда глазки и ручки уже, моторика руки нарушена, глазки плохо видят, то, соответственно, внутриушной аппаратик не очень удобен для эксплуатации. А расскажите про внутриканальные аппараты. Снимается ли он вообще, или он на какой-то долгосрочный период надевается, продевается в ушко? Как он вообще надевается? Внутриканальные и внутриушные аппараты, они, в принципе, ничем не отличаются. То есть один побольше, другой поменьше. Да, конечно, он снимается. Это протез. Он вставляется в ушко, в течение дня ходят с аппаратиком. И когда он не нужен на ночь, или идут в душ, или просто не нужен, он снимается и убирается в коробочку. То есть достаточно легкое такое применение получается, да, у него? Снятие тоже достаточно легкое. Да. Анна Сергеевна, расскажите про функционал. Есть ли в них какое-то отличие? Да, конечно, аппараты все отличаются по функционалу. То есть в первую очередь, чем больше каналов, тем больше разборчивости речи. Конечно, слуховые аппараты отличаются по ценам, но мы в центре подбираем по той ценовой категории, которую может позволить себе пациент. То есть мы интересуемся, на какую стоимость рассчитывает пациент на слуховой аппарат. И когда мы подбираем слуховой аппарат, соответственно, мы даем на неделю наношение слуховой аппарат. Человек оставляет стопроцентный залог, и неделю аппаратик носит, смотрит, как ему, хорошо ли, плохо ли. Если все хорошо, то через недельку мы оформляем слуховой аппарат. Если что-то не так, мы или корректируем настройку слухового аппарата, или подбираем что-то более функциональное, так как человек столкнулся с тем, что в менее функциональном аппарате он не слышит. Ну и, конечно, более удобное. Более удобное, да. Но в большинстве случаев мы подбираем слуховые аппараты заушные. Анна Сергеевна, расскажите, как именно вообще происходит подбор слухового аппарата? Потому что как понять, что кому-то нужен внутриканальный, кому-то нужен заушный? Как это вообще происходит? Как определяется? Ну, во-первых, определяется после диагностики. То есть если слух очень сильно потерян, то тут внутриушной аппарат в любом случае не нужен. Во-вторых, возрастная особенность человека. Опять же, повторюсь, с заушным аппаратом намного легче справляться человеку в возрасте, чем с внутриушным слуховым аппаратом. И, конечно, если у человека есть эстетический барьер, то есть он не хочет, чтобы кто-то видел. Женщинам легче, у них волосы можно прикрыть. Мужчинам, к сожалению, не прикроешь. И, соответственно, в этом случае тоже он приходит и говорит, мне нужен внутриушной, чтобы мне ничего не было видно. Соответственно, мы подбираем внутриушной или внутриканальный, канальный, если, конечно, по аудиограмме подходит ему внутриушной аппарат. Расскажите про уход. Как правильно ухаживать за слуховыми аппаратами? В эксплуатации слуховые аппараты очень просты, и также и в уходе они просты. То есть вечером сняли, тряпочкой влажненько протерли, батареечку, батарейный отсек полностью открыли, он проветривается, убрали в коробочку и все. Главное смотреть за вкладышем, который вставляется в ушко. Он не должен быть слишком твердым. И вообще, в идеале, раз в год делать профилактическую чистку слуховому аппарату. Это приносится нам, и мы делаем профилактическую чистку. А вот вы говорили про батарейки. Они вообще как-то заряжаются или как-то меняются? Как это вообще происходит? К сожалению, батареечки не заряжаются. Батареечки хватает где-то на две недели. Старая меняется самостоятельно. Ничего сложного, что во внутриушном, что в заушном аппарате нет. То есть открывается батарейный отсек, старая батареечка достается, новая вставляется. Ничего сложного. Как видите, слуховой аппарат – это действительно спасение для нашего слуха. А подобрать слуховой аппарат можно и на вкус, и на цвет. Главное – обратиться к специалисту. Берегите себя и своих близких. Переходим к советам звезд. Овны. День благоприятен для занятия бизнесом и продвижения своей карьеры. Уровень энергии у вас высок, и многие задачи решаются легко. Прислушайтесь к старым друзьям. У них есть интересные предложения. У тельцов в течение дня будут возникать напряженные ситуации. Но вам удастся выполнить намеченные планы. Старайтесь не показывать плохого настроения и не критиковать окружающих. Рискованные предприятия лучше обходить стороной. Не вступайте в споры с людьми, от которых зависите. Близнецы, вам сегодня предстоит решать проблемы чужих людей и исправлять их ошибки. А вот что касается ваших собственных дел, то дела, требующие новаторского подхода, будут сегодня удаваться особенно хорошо. Поэтому не бойтесь отступить от общепринятых норм. Раки. Сегодня вы будете ясно видеть ситуацию и сможете быстро решать сложные вопросы. Прислушайтесь к своему внутреннему голосу. Его подсказки покажут верный путь. Ближе к вечеру возможны удачные совпадения и интересные события. Идеи, которые пришли вам сегодня в голову, приведут к успеху. У львов утром есть вероятность совершить ошибку. Поэтому не назначайте важных дел или переговоров. Споры выяснения отношений не внесут ясности, но отнимут много времени. Поэтому не конфликтуйте и сглаживайте все напряженные ситуации. Девы. Проявив упорство и нестандартный подход, можно решить многие сложные вопросы и достичь хорошего прогресса в делах. Деловые партнеры, с которыми вы работаете сегодня, скоро могут стать хорошими приятелями. Весы. Старайтесь сегодня мыслить рационально и практично, и не занимайтесь делами, в которых нет смысла. Рискованные финансовые предложения принесут одни убытки. Так что лучше от них отказаться. Скорпионам сегодня будет сложно найти простое решение или прояснить ситуацию. Рассчитывайте только на свои силы. Советы окружающих, даже авторитетных и профессиональных людей не будут вам полезны. Стрельцов ожидает беспокойный и напряженный день. Окружающие вас будут постоянно отвлекать, и некоторые дела придется перенести на следующий день. В любом случае, стрельцы, сохраняйте дружелюбное настроение и не срывайтесь на близких. И запомните, перенапряжение негативно скажется на самочувствии, не забывайте об отдыхе. Козероги, сосредоточьтесь на главном и не принимайте близко к сердцу досадные мелочи или задержки. Больше общайтесь с людьми, которые вас поддерживают или придерживаются тех же идей. Водолеи, будьте готовы, что вам придется заниматься неприятными или скучными делами на работе. Предложения от малознакомых людей лучше не принимать сегодня, даже если они кажутся очень заманчивыми. Безделие испортит вам настроение, поэтому найдите себе занятие по душе и проведите вечер интересно и весело. Рыбы. Планируйте на день индивидуальную работу. Окружающие будут вам мешать и отвлекать от важных вопросов. Общение с коллегами затруднительно, рассчитывать на их понимание и поддержку не стоит. Избегайте контактов с женщинами. Если рыба женщина, странно. Все равно избегайте контактов. Общайтесь только с мужчинами. Избегайте. Будет казаться, что они специально выводят вас из себя. Вечер проведите с любимыми людьми. Все хорошее рано или поздно заканчивается. Подошла к финалу и наша программа. Но день только начинается, поэтому вперед вас ждут большие дела. Ну а мы с вами увидимся завтра здесь, на канале ОТВ, в программе «Про утро». И у меня будет для вас офигенная новость. Завтра пятница. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова